здравствуйте уважаемые игроки поклонники легендарной серии the elder scroll я вячеслав котляров и хочу вам представить свой дебютный проект part of the devil сюжет моей работы начинается прямо с трюма корабля мы подходим к мостику и видим сообщение которое ранее вы не встречали в игре подойдите или нему и нажмите ед чтобы поговорить с ним вот раз вы можете выбрать себе по прибытию вот смотрим напротив нас стоит такой мах и сразу сообщает такой диалог в двух словах он нам дает некий контрабанный товар который с его слов нашему персонажу будет гораздо легче пронести нежели ему работу я свою делаю уже на протяжении многих лет проект бесконечно замораживался размораживался и тем не менее те кто столкнулись в игре с небольшим отрывком моей игры какой-то мере может будут рады увидевший этот ролик и узнавши что автор все таки продолжает делать продолжение ну честно вам скажу в данном случае это не продолжение парадокс фото задавила заключится в том что я вам сейчас буду показывать не продолжение а начало дело в том что то что было в интернете это большей степени продолжение этой модификации как видите все здесь пока что по стандартно разве что наш так сказать кто нас встречает иначе одет ну вначале какие нововведения выбрать информацию напрямую создать свой класс назад в игру я добавил парочку новых классов друид ну как мне кажется я друиду подобрал все что нужно в главные навыки я рассудил так раз есть в игре шаманы почему бы не быть в игре друидом вот кстати класс шамана также присутствует можно его выбрать и спокойно играть им он в игре есть но он не был доступен игрокам также добавил еще один класс который также был в игре это невидимый боец всего лишь если не ошибаюсь 8 нпс а в игре были с таким классом и игроку он был недоступен для прохождения выбираем невидимый боец потому что я его как бы рекомендую для прохождения моей модификации ну вот нам сообщает что все очень хорошо вот так же я добавил еще один знак зодиака назвал его темный лорд также его рекомендуют для прохождения этой модификации если вы обратили внимание нам не удалось пройти по по мостику и столкнуться с торм на стандартом выбора расы ну у расу если вы обратите внимание не составляет труда выбрать так сказать по месту прибытия всегда предпочитаю играть бреттонами ну первую очередь свое время выбирал бреттона исключительно за то что у него 50 процентов сопротивления магии вот скажем такая мощная иммунная система все свитки в игре даже самые незначительные теперь повышают навыки вот идем дальше кстати впереди стоит джук но неизвестно каким образом он так быстро переместился он нас уже поджидает переодеты переобуты откуда-то знает про чашу просит ее продать и по всей видимости подслушал наш разговор как бы это мой небольшая типа шутка юмора вообще конечно не стоит продавать ему чашу но тем не менее даже если мы его не продали он нас принимает уже в гильдию которая ранее была недоступна к монотонг она существует в игре но присоединиться к ней было нельзя стандартная процедура берем колечко идем дальше вот здесь тоже без особых изменений если хотим вырваться ничего не получается опять сообщают что нужно поговорить с грабиусом быстренько с ним разговариваем получаем задание и направляемся вот здесь нас ждет сюрприз то есть мы не вышли на улицу вышли какой-то предбанник здесь нас ждет эриним но не будем экспериментировать выкладывать чашу если у нас чаша не будет кармане он конечно будет недоволен поэтому бы быстренько ему отдаем вещи и узнаем что он нам может помочь быстро добраться к каю касадесу вот кай касадес также отдаем ему все бумаги получаем все возможные прижды плюшки он нам сообщает что перед тем как сотворить свои добрые дела есть у него специальное задание вот в данном случае это добыть легендарный артефакт нажимаем путешествие и перемещаемся становимся так сказать на зыбкий путь но вот непонятно был ли это мираж был ли это не мираж вот такое зло выбежала из тумана сообщила нам что будет следить за нами когда мы все таки сможем добыть этот чудесный артефакт это зло придет и заберет этот артефакт дневник дополнился стихом я извините если вы не против его зачитаю ну что грустишь мой вечный странник опять неверный выбрал путь ты учись и лихой знанник тебе назад не повернуть уже не жалуйся больше что ноги все избиты в кров прямозгла прямозгла извиняюсь превозмогая боль как прежде ты продолжаешь свой путь вновь кто знает может след кровавый увидит тот кто след идет он поймет нет смысла прямо и он с дороги повернет но сбила с ног тебя усталость кружатся вороны беды и все что от тебя осталось твои кровавые следы вот ну как я вижу я вижу моя модификация она по всей видимости займет не одну серию поэтому продолжение следует вот перейдем как говорится ко второй части просмотра работы Fatal The Devil и снова с вами Вячеслав так сказать продолжая анонсировать свою работу ну опять же забегая вперед скажу она еще далеко не закончена не завершена еще не поставлена огромная жирная точка вот я продолжаю над ней работать и продолжаем наш путь ну я естественно не буду проходить полностью свою модификацию по двум причинам первое хотите верьте хотите нет это довольно таки продолжительное время почти каждый квест который дается занимает очень много времени почти для каждого квеста я делал отдельные локации создавал противников пытался высчитать ролевую систему мощную мощную в смысле если вы помните в игре муравинт можно довольно таки быстро прокачаться и пойти всех побеждать вот ну не знаю удалось мне это или нет всевозможные тесты показывали что даже на самом легком сложности уровне сложности игры модификация как говорится не берется нахрапом то есть надо реально прокачиваться вот ну нам обратите внимание выдали тут куча плюшек благодарность за то что мы перенесли эту контрабанду вот я естественно чтобы вам было уважаемым зрителям лучше видно вот я наблюдал другие прохождения вообще моровиндой в частности всегда грустно наблюдал то что как говорится очень плохое освещение я специально сделал так чтобы вам как можно было лучше было видно мой ролик вот ну меньше текста берем оружие естественно тут будет таким чтобы как можно быстрее показать то что я хочу показать я прибегнул к своего рода читерским перемещением потому что некоторые локации открываются по ходу прохождения квестов и попасть в них как говорится рядовому игроку понадобится очень много времени он также и мне тоже поэтому я буду перемещаться за счет своих тестовых комнат ну вот тесты показывали что почему-то все мои друзья пытались убить этого продавца но не убивайте его я не знаю как его маяки сделать что это что это не тот скамп который тут бегает а самый лучший торговец он на самом деле лучший рекомендую приобрести у него сразу причем абсолютно бесплатно его амулет который позволяет перемещаться к нему очень быстро то есть если вы набрали очень много всевозможных трофеев вы делаете так берете кидаете на персонажа амулет и вы уже раз и можете спокойненько распродаться так так вот опять же читерские колечки в игре мировинт извиняюсь многие сталкивались с заданием исчезновения гномов я тоже свое время сбился с ног пытался выполнить это задание а потом пришел к грустному выводу что гномов в общем то и на не найти никогда и создавая данную модификацию я первым делом решил все таки раскрыть загадку исчезновения гномов но если вы помните по версии игры они либо полностью погибли при битве на красной горе либо переместились во внешнее измерение ну в моем случае они все таки не погибли так путешествие ну тестовая комната они переместились местное внешнее измерение на планету Аркан точнее на планету Аркей и при спокойненько себе проживают в городе Анкарда Аркандац с типичной двемерской архитектурой сейчас вы увидите этот город он значительно изменился извиняюсь это моя тестовая комната тут естественно приходится много экспериментов проводить тестировать всякие плюшки мушки вот не знаю стоило ее показывать или не стоило но уже записали и записали так и мы перемещаемся а не самое главное еще для теста надо ж возможно плюшек вот возьмем чудесные колечки которые нам будут позволять беспрепятственно перемещаться из города в город на принципе все так ну сделаю небольшую паузу вот 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 продолжаем изучать fat of the devil по сюжету по сюжету варкандат довольно таки тернистый путь но мы используем наших помощников кстати наверное все таки перед гномами хотел бы показать вам то что уже многие игроки видели в интернете ну даже не видели играли я больше степени для них чтобы они убедились что именно это та работа которая они в свое время проходили вот этот город который они изучали выполняли квесты присоединялись гильдии всевозможным мне почему то больше нравится версия в моровинде как перевели на русский язык кирадиил потом мы все таки выяснили в обливании что все таки правильно произносить сарадиил вот у нас такой тут город по сути я сейчас вижу что у меня тавтология кирадиил красный дракон ну в общем то кирадиил это и есть насколько я понял из истории моровинда красный дракон вот ну город довольно таки большой и так как работа продолжается он еще не густонаселенный ну даже очень скажем так практически давно начал создавать еще как ну если не ошибаюсь как вот только трибунал появился я начал ну видите статики помешаны я знаю что первый блин всегда комом дальше города которые вы видите их довольно таки много будут уже сделаны более 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 лучше хотя и даже это то что вы сейчас видите исправить исправить подправить здесь есть у нас дворец такой тоже меня критиковали что очень все помпезно пафосно создавал мод ну я просто считал что на тот момент что именно кирадиил должен быть это огромный город огромнейший вот видите пока сравнительно пустовато вот наш цептим вот ну с кирадиилом наверное мы закончим все таки я думаю вам будет интереснее увидеть город две миров путешествие опять тест-комната опять подходим к нашей помощнице путешествие аркандат внешнее измерение надеюсь будет день хотя в принципе город и и днем и ночь выглядит симпатично но мы попали в день сейчас попробуем более детально его изучить рассмотреть вот даже в тестовом режиме мне что-то не удается небольшие технические сложности две мирскую разу создавал не я я позаимствовал ее с интернета то есть мою модификацию если устанавливать уже игрокам придется качать раз это раз это отдельно но в принципе если вы ее не установите эту расу то в данном городе все будут ходить без головы так классика жанра две мирская головоломка тут у нас есть таверна давайте зайдем в нее посмотрим ну очень старался дело в том что как бы почему но теперь все будет гораздо светлее создавал двимирскую архитектуру тут у нас кругом две миры имена также не от вольного подбирала как бы со знамом дела то есть искал как бы двимиры могли бы называться но в большей степени конечно имена позаимствованы от дворфов от дворфов ну мне кажется это идентичные расы в какой-то мере вот они в таверне тут развлекаются или не развлекаются идем дальше таверну посмотрели что у нас в нашем городе еще есть интересного ну ночью довольно таки тоже интересно даже не знаю выставить ли ночь город довольно таки хорошо освещен это скорее всего их не судно наверное есть еще какие-то города они между ними перемещаются может тихаря летают в моровинт и разбрасывает игрокам артефакты не голову ломают куда пример пропали охрана естественно та которая должна быть у них так у нас тут гильдия ремесленников раса естественно предполагает в городе барла такая гильдия тут они у нас и стеклодувы я так понял гончары вот даже есть партнеры нашли этот рубашек тонны ну и куда ж куда ж без кузнеца кузнец это самое важное наверное так сейчас я сделаю еще очередную паузу извиняюсь технические неудобства так 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 ну надеюсь сейчас со звуком будет нормально я так и не понял что были за помехи вот ну весь город изучать я не буду каждый дом обходить каждый их так сказать переулок и проселок видите живут они довольно так скромненько все у них тут чин чинарем вот разрабатываю конечно сюжетную линию и для них вообще в принципе основной сюжет исключительно будет замешан на побочных квестах то есть сюжет приблизительно звучит так ну если самого начала то моровые бури пронеслись над моровиндом точнее дагатур закончил странительство своего околухана но видимо моровые бури обрушились на моровинд с огромной силой ураган пронесся истребляя все на своем пути и очень много городов оказались под толщей пепла некоторые были вообще стерты с лица земли ну вот выжившие в этом жутком хаосе предпочли спасение в подземельях провинции недостаток ресурсов и провианта приводит естественно к подземным баталиям вот я естественно скайрим как и многие ждал изучал и если вы помните по слухам вот удивительно там ведутся разговоры что скайриме говорят что в моровинде произошло извержение вулкана и вроде все начали там спасаться вот ну выполним небольшой наверное побочный квестик может в будущем он будет основной так идем 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 заходим такой домик как видим тут довольно таки не светло стоит юфи гора мы пытаемся с ней поговорить она выдает кучу информации а потом у нас обижается пытаемся спросить за освещение как вы видите все бестолку по всей видимости ей не хватает денег но идти на если к этому квесту надо подготавливаться прокачивать привлекательность красноречие так вот все таки дала она нам квест сообщила что у них вышло из строя освещение видно и правда вышло вот поэтому мы когда будем проходить эту модификацию все таки по сюжету столкнемся с неким продавцом и может многие сразу догадаются где можно купить лампочку вот сейчас вы увидите еще один из городов вандарион ну здесь у нас уже будут тут в принципе каждый город оккупирован определенной фракции в данном случае здесь проживают или коммунатонг вот тоже есть тут своего рода торговцы ремесленники давайте зайдем к ним посмотрим может тут лампочками торгуют а может и не торгуют так 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 тут у нас зачарователи специально меч убрал лучше было видно тут у нас опять гончары книга любы кузнецы и портмены и алхимики на кузнец алхими это наверное самые важные атрибуты любой рпг вот без них никуда так тут же объявление скумы нет не было и не будет так кстати из жизни взял это это объявление я подошел когда-то к одному киоску видно продавщицу настолько задолбали одним одним и тем же вопросом что она повесила объявление водки нет не было не будет вот кто тут у нас живет кто-то живет наркотический лорд ну отмычек не взял или есть а есть читерская отмычка просто я переводил как бы в игре пытался внутри понять некоторые английские названия и все таки вот полное название орвас адрейна думаю многие его узнали глава глава гильдика монотон он в принципе там английской версии переводится барон наркотиков или наркотический барон видите он любит коллекционировать шлемы шлемы мара винди у него там пару шлемов было в коллекции тут видно уже обзавевшись своим городом обзавевшись вот тут у нас еще живет так полутролль но вы ее встречали если не ошибаюсь в даганфеле она сюда перебралась и тоже такой побочный квест в принципе квест загадка она не хочет с нами разговаривать чтобы чтобы она с нами поговорила а вот кстати фонари мы сейчас быстренько поможем поднять настроение девушки сорьем цветочек таким оригинальным способом у всех красный фонарь у нее синий во ну и маленький дополнен и удача повысилась 10 то есть девушки нужно было внимание цветок вот а теперь вот тут продавец фонарей такой фонарный тип так смотрим торговля я тут смотрю фонари море нам же наверное нужен особый фонарь ошибки будем исправлять так ну 5000 просит ну делать нечего покупаем за 5000 фонарик ну вроде мы изучили немножко этот город городочек мы можем зайти еще в местную таверну северная стена вот посмотреть что у них тут в таверне идем дальше подсобные помещения видите без читерских предметов но никак нельзя перемещаться по моим милая киска кстати персонаж он был в игре но его игроки не видели ну я решил что мои модификации пускай она будет жить то есть она находилась все время в тестовой комнате со счетом и вот это название не я придумал это оригинальное название игры моровинт старался находить то что как бы в игре было внутри но разработчики по каким-то причинам не выносили на поверхность это некоторые локации которые были заблокированы и нельзя было в них попасть я проложил туда пути дороги ну вообще кстати моя модификация в чем она еще у нее есть фишка не знаю кто то скажет хорошо кто то скажет плохо у всех свой вкус и дело в том что все подземелья огромного мира в моей модификации сейчас связаны одной беспрерывной дорогой то есть мы заходим в одно подземелье переходим в другое то есть весь мир моровинта можно подземный мир моровинта изучить полностью теперь не подымаясь на поверхность ну как бы я старался и сделать так что и нельзя попасть на поверхность потому что там сюжет все полностью у нас под землей вот ну конечно используя консоль то можно покинуть все что угодно так ну мы наверное быстренько сейчас отдадим отдадим этот сверток сложным устройством и пойдем дальше изучать другие города так а как же нам быстрее попасть в war conduct опять не проложу туда прямую дорогу предполагаю что многим фанатам скажем так этой серии будет приятно что все таки ведутся какие-то работы связанные с моровиндом то есть в принципе насколько я знаю наверное уже больше никто не создает проекты этой величайшей игре созданной за всю историю компьютерных игр вот я своего рода наверно последний из магикан которые пытаются пытаются продлить жизнь самой уникальной рпг в мире вот быстренько отдаем квест смотрим будут нам рады или не на не рады так смотрим юфи гора отдаем ей точнее даже не знаю кто из нас она починила или я в общем по мановению волшебной палочки да будет свет замешательно так теперь изучили ага вот кстати кому интересно кто любит историю я информацию брал не от вольного опять же вся информация которая присутствует связанная с громом с гномами кому интересно поставите на паузу и потом внимательно кому интересно изучите что говорит я рум по поводу гномов видите он не говорил пока мы лампочку не починили почему-то он вот что значит авторитет и репутация так здесь по моему усё теперь какой же каким же каким же очередным городом вас удивить и порадовать давайте наверное отправимся тоже необычный город называется он мараун здесь тоже интересно обидать обитатели необычные как я вроде читал как разработчики планировали что по концепции игры предполагали возможность присоединиться к шестому дому есть модификации с этими тоже вопросом но у меня как бы планируется по сюжетной линии можно пройти получить звание дорасти так сказать до самых верхов видите вроде нас никто не кусает кто не нападает дом ранги придумал сам ну сценарий если стихи будут попадаться еще модификации тоже я автор этих стихов вот в своей жизни их написал не одну сотню некоторые так сказать внедрил свою модификацию вот побочный квест напрашивается квест квест брат в нужде сейчас посмотрим что что там за брат в нужде как видите транспортное средство есть между городами такое незамысловатое можно спокойно в андарион отправиться в даркхолд моего чуть позже изучим тоже 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 старался сделать необычный город так вот наверное брат шангу невидимый боец ну шангу это типа приветствия типа привет это суть и хозяин ушел ну что теперь все пропало хозяин без хозяина так что там ага вот я могу тебе помочь ну то ли у него ножка заболела то ли ушка зачесалась но он на не хочет сам нести почему-то товар в город вот город тоже довольно таки большой как вы видите тут такая рыночная площадь довольно таки дружелюбные на ней и совсем не злые жители жители с ними можно пообщаться кому интересно о чем они говорят можете конечно ставить на паузу ролик и потихоньку изучать то есть что не говорят много самой игры брал много придумывал сам фантазия бурная так что тут у нас едогатур суть ну вот ну каждый уважающий себя город конечно имеет местную тавенну давайте направимся в местную таверну скорее всего сделаем в следующем это ролики а таверна у нас пепельная статуэтка так не могу понять чем связано у меня тут возникает к сожалению какие-то траблы с записью вот такой необычный проект что тяжело записывается очень некоторые серии даже приходится переписывать заново звук почему-то выходит из строя вот тут народ тоже развлекается на суть вот такой эрудированный кхе какой-то даже знает такой тамбер септимум знает вот такой талос ну в общем тут народ продвинутый танец вот шестой дом шестой дом шестой дом где-то в городе есть что-то не помню где вот бармен тоже такой подкованный знает шейн флейн и так далее судима скума даже мед знает мац про бренди гриф как видите очень эрудированный у нас житель этого города причем да занимался практически каждым жителям то есть каждым жителям этого города можно обсудить те или иные темы вот потому что я знаю что есть много игроков которым интересно именно почитать изучить докопаться до сути делал конечно много есть этих как их любят называть пасхалки ну чтобы порадовать игроков что я имею ввиду ну те квесты которые побочные вы встречали непосредственно при прохождении игры оригинальной версии их можно чудесным образом наткнуться и в моей модификации потому что вот я вот сколько игру изучаю и изнутри уже изучаю и все равно меня она удивляет дело том что как бы когда говорят я прошел полностью моровин я с этого грустно улыбаюсь потому что моровин полностью пройти это как бы и реально но когда человек говорит я выполнил все 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 ну не знаю верится конечно но с трудом все 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 выполнить вот кстати наш умбра с ним можно поговорить и получить или меч или так сказать летальный исход нашему персонажу такой большой город есть арена тут у нас бои без правил народ тут мутузится полностью не будем будет смотреть кстати непонятный бак с этим щитом он почему-то в игре сильно этот щит громко записан такой звук идет и обратили внимание я звук извините выключил игры музыку звук ну вот не могу понять у меня видно какие по этому поводу иронизирую мод вроде ума хватает создать а вот такие мелкие технические вопросы какие-то решить записью почему-то но никак не получается есть тюрьма у нас тут я не буду экспериментировать и нас местной стражни рижнях они тут тоже как бы необычному нужно давать было необычного поэтому здесь не стражники называются они кх кровь и шестого дома то есть его стукнуть то будет классический вариант кстати исключил сопротивляться аресту из своих собственных соображений либо заплатить золотом надо либо отправиться в тюрьму то есть если мы устукнем по кумполу то мы либо в тюрьму угодим либо догатур ну когда если мы станем во главе власти то я думаю что здесь наш старый знакомый не будет жить наверное вернется опять на свою чудесную красную гору вот или будем вместе править миром как он просил если вы помните ну вот вот такой городок как я всегда подчеркиваю полностью все аккумулировано все двери рабочие не так как я в свое время огорчался сталкивался с другими модами где подойдешь к двери она то ли заблокирована то ли вот у меня к сожалению на данный момент пока в кироге или та же ситуация но я постараюсь ее исправить в принципе уже в новых городах все гораздо проще как мне кажется интересней они даже про зелья знают но вообще собеседники ужас какие затрагивают такой спектром тем так ну что делаем очередную паузочку так как переживаю что опять могут возникнуть какие-то технические неполадки встретимся с вами в следующем ролике так ну продолжаем нашу трансляцию как говорится мы снова в прямом эфире ну вот кстати тоже такой эпизодический момент свой люблю рассказывать из прохождения игры моровинт когда пришел только в балмору или балмору не знаю как правильно произносить начал искать шестой дом искал 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 не нашел и опять же в своих модификациях пытаюсь то что не нашел в игре вот в моей игре в принципе можно найти найти дом номер шесть так ну с марауном вроде все потому что наши ждут еще еще города да 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 вот теперь я думаю какой же нам город ну мы кстати не будем мудрствовать лукаво мы наверное воспользуемся уже не читерскими перемещениями местным транспортным средством возьмем так сказать билет до города Даркхолд город Даркхолд ну здесь у нас уже другое другая секта другая группировка точнее Даркхолд оккупирована он исключительно фракцией темное братство они же наемные убийцы они же ассасины в общем кстати поспешил я в него прийти сейчас вот он видите он обращается о вампиры в нашем городе дело в том что по сюжету а у меня по сюжету наш главный герой вынужден быть вернее он станет вампиром вот вампир это гильдия вампиров вообще это отдельная тема ну вот такую видите они тут скромненько живут со вкусом такие да что у нас тут особенные достопримечательности этого чудесного родочка ну таверна наверное давайте зайдем таверна дайкатана вот посмотрим что они тут пьют пьют и чем закусывают ну видно все в лучших традициях темного братства так теперь вот тут сейчас как бы мы столкнемся с такой дилеммой дело в том что как бы если мы пытаемся попасть в этот город раньше времени давайте зайдем какой-нибудь еще дом посмотрим тут уже все аккумулировано все у нас тут благоустроено все ну вот мы сейчас приблизимся к палаты альтавор ну хотел бы заметить дело в том что как бы правит этим городом некая альтавор вот и и придумал ей имя исключительно благодаря одной локации вообще начал развивать в игре была скрытая локация сейчас честно говоря уже забыл точное название я ее решил вывести на поверхность а потом а вот есть логово вор вот и потом благодаря этой локации логово вор появился персонаж глава темного братства она мне там почти самый высокий ранг мать ночи вот ну к нему пойдем опять псевдо читерским мараун даркхолд мандарион псевдо даже кальдера псевдо читерским способом к ней попадем вначале давайте посмотрим кальдеру которая в какой-то мере выжила вот вот кальдера ну помучился с ней сделал точный слепок оригинального города вот долго очень не знаю как правильно слово подобрать в общем под землю балмора кальдера внедрял вот я использую слово внедрял внедрял его под землю в недры земли есть все 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 что вы знаете в оригинале только что ее маленько пеплом привалила усадьба старые наши знакомые тут кстати вот кто знает кто не знает сейчас мы направляемся к скампу у которого пять тысяч золотых на кармане есть в игре другой продавец аналог скампа вот я его сюда поставил грязи краб но дело в том что игроки многие могли его случайно убить и не знать что у него на кармане а у него на кармане даже больше чем это не я ему столько денег дал это разработчики десять тысяч местной валюты у него на кармане вот то есть ему можно продавать много чего в оригинальной версии игры его можно найти если не ошибаюсь на севере от города вивик или вивик вот он там на небольшом острове шарится вот далеко его занесло тоже есть все как классика жанра кстати вот старый знакомый из мархолда его можно нанять и весело вместе с ним бегать по городам или по локациям так ну наверное кальти вор мы пойдем уже в следующей серии рекламная пауза вот марк да даркхолд все-таки постараюсь как бы по мере изучения модификации фото в задел отвечать на те вопросы которые как бы я предполагаю вы задаетесь при просмотре вот значит хочу рассказать еще вкратце о сюжете то есть то что там весь моровин пеплом привалило то пол беды получается классика жанра опять же неизвестный но легендарный воин уходя в мир иной спрятал какой-то как правило мощный артефакт и закрыл его на сложные замки а ключи от этого замка он раздал враждующим группировкам прекрасно осознавая что группировки между собой никогда не договорятся поэтому нашему главному герою по сюжету предстоит стать во главе всех группировок то есть продвигаясь по служебной лестнице повышая самые высокие ранги мы получаем естественно в каждой фракции ключ к этому артефакту вот и воспользоваться мы им или нет это уже решать вам а пока мы изучаем тронный зал дарколда вот у нас тут альтавор прожимает вор я так думаю слово с вором ни с чем не связано как слово коса и коса имеет два значения так как в данном случае слово вор и вор имеет разные значения так ну тут у нас такие ассасины разговаривают нет пристальный взгляд и глубокое молчание палач так ну изучаем эти хоромы тут у нас святилище какое-то маска ситиса очень мощный эффект дает не помню на сутки по моему жители тут есть у нас вот ну вообще придется конечно практически везде пользоваться левитации потому что по всей видимости здесь поголовно жители нового мира все маги умеют летать у них нету тут ни лестниц вот ни специальных подъемов то есть они исключительно используют левитацию вот потихоньку приближаемся к альте вор ну тоже со вкусом видно тут они все обустроились у них тут я так понял моровинт вообще наверное самая даже не моровинт наверное там рельс мы читаем читаемые читаемые люди книг всегда очень много ну вот наша альта вор такая харизматичная дамочка нападение темного братства вот ну то есть к ней в принципе можно будет потом подойти по основной сюжетной линии и на темное братство работает тут у нас есть у нее воробушек вот ну что касательно до данного домика мы его тоже изучили теперь скорее всего мы переместимся к началу как говорится стартовой моей локации и самую малость пробежимся по основному сюжету исключительно для того чтобы попасть в город вампиров спокойно потому что если мы сейчас придем туда не вампиром нас будут все пытаться укусить так так как мы будем типа свои вот то есть как бы первая фракция которая придется присоединиться это вампиры ну после ее прохождения мы пройдем обряд излечения кстати в оригинальной версии это предусмотрено я не стал ничего выдумывать использовал излечение от вампиризма с оригинальной версии игры если кто когда-то лечился моровинди от вампиризма должен припомнить что на вас на севере сурана находится святилище по-моему Малахбара и он как бы дает квест на излечение от вампиризма кстати вот тоже сижинский орден и вот обратил внимание что и в скайриме начали маги с этого ордена появляться так как же мы туда попадем так к этим злым вампирам хотя мародер необычный но его сейчас не буду трогать вообще кстати он 80 уровня я тестировал как бы пытался даже будучи на первом уровне без всяких относительно читерских прибамбасов как бы он довольно таки валится просто вот тут у нас есть святилище вот так ну идем к вампирам вампирам как обычно не идем не можем дойти записка намек что кто-то перекрыл перекрыл кислород и к вампирам не так то просто попасть но мы будем стараться вот попасть к вампирам сделаем это как можно скорее я честно говоря предполагал что мне удастся за как я предупреждал подземные баталии кто-то с кем-то дерется и меня пытаются извиняюсь за этот звук ну не знаю что с ним делать уйду наверно подальше пускай они там разбираются своими вопросами тут и воблины всех не не перебить подальше подальше то я видите слышу этот звук прям слышу и слышу так тут у нас шахтеры никуда прямо от этого звука не деться не волнуйтесь мы скоро разберем завал да вот кстати когда они разберут этот завал он нам как бы позволит начать путешествие по подземному моровинду то есть тем кому даже не интересно будет проходить сюжет моей игры а просто своего рода такой экшен-шутер я не знаю как правильно слово подобрать забег сделать то есть как бы противники будут сильные ну ничего не могу делать извиняюсь с этим звуком тут ну тут прям видите везде идет война ну давайте досмотрим чем она все таки этот поединок закончится кто будет сильней северный человек или давайте поможем чего ждать то ну ключ он нам отдаст он нам не отдает нужен ключ тогда попробуй забери его ну попробуем забрать ключ забрали вот и город вампиров пойдем уже следующей серии и так и так и так мы идем в город вампиров тут у нас у нас я смотрю тут вообще сплошные кругом барыги чем они тут спекулируют непонятно вот спаивает прохожих так возвращаемся опять стартовую локацию чтобы это все было как можно быстрее и повторюсь я не предполагал что уйдет такое большое количество серий на запись анонса фото the devil вот и я уверен конечно я знаю это самый востребованный вопрос когда когда он появится в интернете чтобы можно было изучить в полной мере насладиться прохождением этот свой как бы ответ есть но извините пока миссия его отодвину но я обещаю что я отвечу на этот вопрос вот потому что сам ответ на этот вопрос как и сама модификация непростой ну в первую очередь это обусловлено тем что как вы наверное догадались фото the devil создаю я самостоятельно в одиночку вот как я говорил в начале ролика что бесконечно начинал как там говорится он уходил и приходил обратно вот так и я то есть ну самая самая важный аспект вообще в создании неважно мода или игры или вообще любого какого-то дела это время время то есть есть время есть возможность творить так ну тут у нас вот кстати насильно нас делают вампиром собственно и все вот мы теперь уже вампиры но в других городах по идее на нас не будут нападать будут там весело может повизгивать ну вампир ну атаки такой как в оригинальной версии игры порой бывает скорее всего не должно быть чтобы ее избежать предлагаю пройти в начале все-таки гильдию вампиров а не впускаться в путешествие ага тем более он не дает нам поговорить предлагает вот кстати вот пометка тоже хорошая фишка то есть используйте пометку возврат потому что здесь как бы я постарался сделать что как бы можно перемещаться за счет амулетов они кстати не только читерские они будут по прохождению в принципе вот амулет в альты будет игроку доступен амулета марауна кольцо вандариона то есть как бы вы будете свободно телепортироваться начали поговорим с этим стальным кулаком он как вот нам дал амулет филморы и кстати квест чтобы собрать необходимые ингредиенты и он сможет нам выковать доспехи кстати вот я так понял образцы вот этих ингредиентов но их взять почему то нельзя из этих ингредиентов выложены на столе вот но я скажу так что при прохождении побочных квестов нашему герою будут доставаться эти ингредиенты ну вот так ну давайте попробуем изучить немножко вампирский городок вот верные такой нелюбесный парень дает нам дает нам квест будем служить ему принести зелье ну попытаюсь подробно рассказать про вампиров многие знают как бы старые опытные игроки прекрасно знают что вообще в оригинальной версии игры существует три вампирских клана каждому можно присоединиться но квестов у них на самом деле у каждого клана не такое большое количество два три квеста и в общем на этом песенка и заканчивается то есть мы можем брать только квесты у определенного клана если мы пойдем в другой клан то нам там квесты не дадут также есть в игре колоссальная ну не колоссальная это я преувеличил есть много побочных квестов вампирских ну процентное соотношение наткнуться на квест очень небольшое потому что во первых нужно чтобы получить нужно быть вампиром а я уверен не каждый игрок любит гулять по моровинду вампиром и чтобы еще наткнуться на эти квесты тоже проблематично поэтому я выбрал исключительно клан берне и все квесты насколько я знаю все квесты связанные с вампиром игры которые есть в гильдии даже и гильдии это не назовешь кланов в клане вампиров так что должна что тоже быть наверное таверна пинта крови вот вообще собирал в принципе все все вампиры все я не что касательно вампиров там коммунатонг я не придумал название не создавал новых персонажей я просто всех существующих персонажей которые были в игре вот вампиры в данном случае или коммунатонг ну вот я их собирал со всего моровинда в одном городе то есть тех что вы встречали при прохождении игры моровинд персонажи вы будете на вы будете встречать в городах сырье тоже побочные квесты старался как бы приукрасить игру точнее модификацию вот очередной раз вынужден сделать рекламную паузу потому что у меня извините но очень проблематично идет запись этой рекламы и по всей видимости в следующем ролике я постараюсь ответить на вопрос когда же когда же Fat of the Devil появится на виртуальных на виртуальных прилавках и так мы подходим к финальной серии рекламного ролика Fat of the Devil напоследок я наверное пробегусь как я уже ранее говорил по довольно таким большому городу Керодиил вот что я могу сказать завершение поставить постараюсь быть краток и понимаем чтоб создавать работы такого масштаба естественно нужно время и довольно таки очень много времени когда я им располагаю естественно я стараюсь посвятить его полностью своей модификациям поэтому как бы это грустно не звучало четких как говорится цифр даты выхода назвать к сожалению нет никакой возможности а выкладывать опять очередной раз очередной раз сырую недоделанную версию модификации в интернет не хочется потому что мне как бы за предыдущую перед игроками неудобно я еще очередной раз приношу свои извинения за то что выложил сырую версию парадокс ее в том что она на самом деле выкладывалась не для игроков а для людей которые как и я занимаются создателем созданием продолжения игры моровинт потому что одному крайне сложно создавать один в поле не воин вот и по сути и этот ролик он исключительно для того чтобы привлечь внимание потому что будет очень жалко что многолетние работы так и останутся всего лишь на этом ролике никто их не увидит вот ну что еще в завершении сказать искренне надеюсь что сейчас как говорится уповая на чудеса что у меня будет появляться в будущем как можно больше времени чтобы создавать продолжение модификации вот и как говорится настраиваясь исключительно на позитивчик потому что только веря в успех и в удачу я думаю мне удастся завершить начатое дело с вами был Вячеслав Котляров создатель уже в какой-то мере известной модификации Fat of the Devil спасибо за внимание